Здравствуйте друзья! Сегодня опять прохожу в гиппиаструмах и собираю отработанные листья. И таких листьев немало. Сейчас вам все покажу и расскажу. И поговорим еще разочек немножко о подкормках и проблемах, если можно так выразиться, в выращивании гиппов. И прохожу с ревизией среди своих луковиц, которые цветуны, которые у меня составляют основную часть коллекции. И вот что наблюдаю. Вот опять листочек, видите, он как тряпочка. Он такой не сухой, он такой еще влажный, но такой тряпочный. Причем тряпочность у них состояние, стадия. Я новый термин изобрела, тряпочность. Ну в общем вот это состояние, оно очень-очень быстро достигается. Смотрите, листочек еще вот-вот только более-менее, а завтра он уже будет в тряпку висеть. Вот, вчера был более-менее листик, а сегодня он уже все, почти тряпка. Два-три дня всего лишь проходит, очень стремительно листочки становятся такими мягкими. Что это? Не пугайтесь, я думаю, профи в выращивании уже понимают о чем речь. Это происходит замена листового аппарата. Так, полная рука, уже неудобно. Смотрите, вот лист, он начинает вот так вот портиться, какая-то пятнистость даже по нему появляется. Ну, самое главное, это пожелтение. Вот здесь вот он был по краю побит немножко клещом, помните, я вам еще как-то в одном из последних видео рассказывала, что от клеща я обрабатывала. Вот, обработки прошли, три порченных листа, вот, они скидываются растением. Здесь есть еще два хороших, красивых листика. И вот эти три листика буквально через неделю все, отойдут полностью. Вот я уже насобирала, уронила тут. Так, вот, вот еще листик, но он здесь тоже был испорчен. После обработок вот хорошенькие листочки, а вот эти уже свое отживают. То есть это процесс, к чему это? Процесс очень даже естественный и нормальный. Вот здесь вот то же самое. Вот уже плохой, отживший. И вот еще из центра. Особенно активно такой процесс замены листвы происходит, я заметила, после подкормки. Вот в течение недели после подкормки, вот здесь вот дэнсингвин у меня отцвел, поэтому я срываю просто цветонос сверху, надламываю его, чтобы трубочка открылась, и она засохнет в течение, там тоже некоторого времени, ну, все зависит от погоды. Засохнет, ее можно будет вынуть отсюда легко, не повреждая ничего. И луковица это место закроет. Здесь вот у нее деточка запазушная, но она уже сама такая освободится. Вот, продолжаем. Значит, после подкормок активизируется этот процесс замены листвы. Это значит, что идет отток питательных веществ из листиков, которые стали малы, как рубашки для детей, малы для луковицы, и она забирает все подвижные пластические из листика, перегоняет это в основание, то есть чешуйку. Соответственно, это же и есть луковица. Луковица состоит из множества чешуй, а чешуи это как раз разросшиеся основания листьев. Вот такой процесс. И если вы это наблюдаете, значит у вас все в порядке. Ваши луковицы не собираются на покой. Нет. Им еще до этого далеко. А вот когда они заменяют листья, это наоборот очень хороший признак. Это значит, они накапливают питание. Питание идет интенсивное, хорошее, быстрое. Все им нравится и закладываются, возможно, цветоносы. Вон сколько тряпок набрала. Видите, какие они. Они мягкие еще, но уже полностью разрушается хлорофилл. Все оттуда выкачивается. Эти тряпочки нам уже не нужны. Можно их и оставлять. Можно. Ну, во-первых, это все неопрятно выглядит. А во-вторых, может повыситься влажность. У меня, например, в теплице на этих тряпочках могут поселиться сопрофитные организмы. Ну, то есть, бактерии там и грибки. Ну, правильно, а чего добро пропадать? Но это повысит опасность возникновения заболеваний. Поэтому я регулярно делаю такую прочистку. И пусть стоят они у меня густо, но листья все живые, фотосинтезирующие, здоровые. И поэтому они не по зубам, ни сопрофитам, ни тем более патогенам. Ну, тут сколько много прям скопилось. Так, по поводу еще разок, по поводу подкормок. Ну, мне в комментариях задавали вопросы и даже делали некоторые выводы. Что можно было бы попросту сказать, там ссылаться на количество часов в дне световом. И вот все, типа, связано, как уменьшается день там или увеличивается. И от этого у растений происходят какие-то свои фазы антогенеза. То есть, развитие по временам года. Нет, дорогие мои, вот как-то, знаете, я с гипиаструмами не первый год. И заметила, что, ну, не всегда все совпадает. Да, отчасти, возможно, есть какое-то соотношение и зависимость от длины дня и стадии развития луковицы. Но бывает все по-разному. И каждый год у нас не похож на другой. У нас и условия разные по годам, и температуры, и вообще погода все время разная. Вот в этом году так вообще страшно жаркое лето. Я думаю, это все заметили. Однако гипиаструмам все очень нравится. Я думаю, что, возможно, возможно, в этом году они соберутся на покой уходить пораньше. Ну, потому что была высокая инсуляция. Они наелись света, ну, условно наелись. Запаслись в достаточном количестве углеводами. То есть, запасли энергию солнечную. Получали достаточно питания. Подкормки были регулярные. Ну, я думаю, заложили множество цветочных почек. То есть, наших будущих цветов. И все с ними будет в порядке. Кормить я продолжаю. И вот после очередной кормежки нужно обязательно проходить и убирать листочки. Получили порцию и убирают в тесную рубашку. Подъели немножко. И она уже лопается на них. Потому что вот у деток, вот у этих, это не детки, а сеньцы, вот у них уходят всегда крайние листочки. То есть, ну, это понятно, что рубашечка становится тесненькая. И листик этот уже за ненадобностью отходит. Потому что растет новенький листик. И он всегда более широкий. Вот. Если вы содержите, ну, несколько растений, там, до 50 штук. То есть, вам вообще тоже легко и просто это отнаблюдать. И легко просто убирать вот эти листики. Мне в моих зарослях приходится немножко в дебрях разбираться. По поводу деткования. Тоже интересный момент. Хочу вам заметить, что некоторые сеньцы, посмотрите, он еще сам там, ну, луковка, ни о чем. Ну, у нее уже вот, по-моему, раз, два, три, четыре, четыре детки. И детки скоро мамку догонят. Отчего такое возникает, не знаю. Вот рядом другой сеньец. Вот у него вообще нет ни одной детки. Вот нет деток. А у каких-то прям много. А у каких-то вот одна всего детка. Какие-то сорта деткуются очень хорошо. Причем в любом возрасте. И в молодом, и в пожилом. К слову сказать, гипиаструмы живут до 50-60 лет. Одна луковица. Потому что у гипиаструмов нет основного корня. Есть корни только придаточные. А донцы луковицы. Это не что иное, как срез ствола. И придаточные корни имеют возможность просто новые растут выше, выше, выше. Листик отпадает. То есть чешуйка усыхает. Сверху выросли новые придаточные корни. Потом еще выше, выше. Вырастает вот этот ствол. Без корней, без листьев. Он выдвигается. И это в гипиаструмах называется копыта. Ну я уже показывала и рассказывала, как я срезала копыта у одной из луковиц своих. Рилона. Есть даже ролик об этом. Так вот, постоянно повышая вверх. Вот знаете, как у капусты кочерыга. Да, вот это вот. Она выдвигается из кочана. А кочан бы наверх рос. Рос вот. Ну только если у него листья были как у гипиаструм. Ну это так вам для образа. То есть, чтобы вы понимали. Поэтому гипиаструмы могут быть такими долгожителями. Одна луковица, если вы регулярно ей срезаете копытом, там раз в 3-4 года, следите за ее здоровьем, предоставляете хорошее питание. Она заменяет корни. Это обычное явление. Корни частично отмирают, но новые всегда вырастают. Предоставляете ей хорошее, качественное, естественное освещение. И луковица может расти очень длительное время. Поэтому гипиаструм это семейный цветок. Если он вам достался от бабушки, то вы просто счастливчик. Значит, в вашей семье культура гипиаструма передается из поколения в поколение. И этот цветок нередко является памятью о маме, о бабушке. Но все чаще появляются случаи и о прабабушке, потому что гиповодство молодеет. И очень многие молодые, наше молодое поколение, они заинтересовываются этим интересным растением и потрясающим, шикарным цветком. Вот здесь у меня доцветает, покажу вам. Доцветает сеянец. Это 49-2 стриатум на барбадос. Мама у него стриатум, а папа опылитель барбадос. От барбадос он получил такой сочный цвет. Небольшая звезда там в горлышке. Ну, от стриатума такая форма. Причем вот у этого сеянеца очень интересный один лепесточек, всегда вот так подогнут. Вот здесь было три цветка, и все три они имели вот такую интересную форму. Немножко склонность к орхидоцветности такая вот. Ну, этот сеянец, вот у него есть три детки, приличные, крупненькие детки. Этот сеянец будет браком, и он пойдет на распродажу в раздел «Номерные сеянцы». Поэтому я о нем уже делала пост ВКонтакте, и в Телеграме я его показывала. Поэтому желающие могут иметь это в виду и потом найти. 49-2. Никакого названия рабочего я ему не делала. Просто вот он такой яркий. Знаете, он такой цвет рубиновый. Даже такой багряный какой-то. И изнанка у него белая. Бело-зеленая такая вот. Ну, зелень есть. Вот у этого цветка больше зелени. А у предыдущих цветочков, особенно у первого, было много зелени. Но сейчас очень жарко. Первый цветок и второй распускались, когда были дожди и было более прохладно. Сейчас жарко. Вот красавчик, в принципе, получился. Но, конечно, он ни в какие сорта не годится. Вот. Да, по поводу деток еще. Вот как вы увидели у этого сеянца, у него есть и детки. И он уже цветет. У некоторых новичков возникает вопрос, что, наверное, детки, если луковица очень активно деткуется, то детки, наверное, мешают зацветанию гипиасту. Нет. Нет, дорогие мои. Они нисколько не мешают. Ну, скажем так, и не помогают. Потому что, ну, они растут. Естественно, луковица их кормит. И они питаются. Если вы не даете питание для материнской луковицы, то и детки будут маленькие. Конечно, это будет, может быть, даже в ущерб, да, действительно, цветению. Но все равно луковица, если она заложила цветонос, она все равно зацветет. Поэтому необходимы подкормки. И необходим хороший такой питательный субстрат, чтобы растению вашему хватило его на хотя бы год. Потому что раз в год я, например, делаю своим пересадку обязательно. И меняю им субстрат. Вот сколько тряпочек я насобирала. Ну, а здесь у меня сеянцы, которые постепенно начинают процветать. Вот отсюда я вылавливаю цветунов, которые выкидывают стрелочку. Ну, последнюю поливку. Обычно это происходит во время полива, где я разбираю буквально каждый горшочек и смотрю, где там что. Вот, ну, пока во время последнего полива ничего не нашла. Может быть, вот после подкормки, тут вот опять солнечные жаркие денечки у нас стоят. Вообще капец жарко я тут. Жарюсь сегодня. Но ничего, может быть, еще что-то у меня выйдет на цветение. Потому что такое нередко. Но на следующий год я ждала в эту весну массового цветения. Ну, хотя было цветение, не спорю. Были, были хорошие экземпляры из этих сеянцев. И на следующий год опять будет массовое процветание этих сеянцев. Мы еще увидим много всяких интересных вариантов. Что-то из них обязательно выстрелит и будет красавчиком. Просто шедевром. Так, ну вот. Все я вам показала. Все свои листочки. Все свои цветочки. Да, ну, в теплице, конечно, капец, как у меня жарко. Ну, еще что хочу вам сказать на прощание и заключение. Что гипиаструмы это такие, знаете, цветы ручной работы. Вот если мы наблюдаем за их жизнью и смотрим, какая у них листва. Вот прям за здоровьем хорошо, внимательно следим. То потом, знаете, радость от цветения, ну, буквально в несколько раз превосходит. Чем бы мы просто купили готовую луковицу, она бы у нас расцвела. И все. Это не наша заслуга, да, покупное цветение, так его называют, когда луковица магазинная. Когда кто-то за вас постарался, хорошо за ней поухаживал, она заложила там один-два цветоноса, и вот вы полюбовались цветением. Хорошо, если эта луковица удачно перевозилась, да, она дошла до магазина в хорошем состоянии, потом вы ее увидели. Плохо, если она там, ну, какие-то у нее были перипетии судьбы во время транспортировки, то цветение, конечно, вымученное. Во сто крат краше цветение, когда вы его добились сами. Когда вы выращивали с любовью эту луковицу, предоставляли им самое лучшее место по освещенности, они у вас никогда не вынимались из горшка, ну, в смысле на спячку, да, вы не делали, не прятали ее ни под какую ванну, ни в какой шкаф. Поливали, наблюдали отхождение листвы, собирали эти листочки, удивлялись, как это все происходит, и потом вот этот шедевр расцвел. Сейчас вам покажу один. Вот он этот красавчик, это уже сорт Luxury Bowl, роскошный бант. Префикс у моих сортов Апи. Апи, роскошный бант. Вот, это цветет сенец, в смысле, простите, это уже не сенец, это детка. Сенец процвел уже полтора года назад, а это от него детка. Она очень быстро зацвела, наверное, да, через год после отделения. Вот такая молодая луковица, это ее первое самое цветение, и у него всего два цветка. Вообще, бывает четыре цветка, довольно приличные, крупненькие цветочки. Но сейчас это первое цветение, да еще и выпавшее на жару. Ну, запах, потрясающий запах, усилен. Знаете, у меня есть сенец слон, и он никогда не сорт, ну, то есть это просто рабочий такой промежуточный, у него рабочее название слон, из-за мощного очень цветоноса. А вот, а роскошный бант, он вот сейчас, он не очень махровый, потому что жарко. В нормальное время это нормальный такой махровый цветок, с такими мазками красно-кирпичного цвета, и приличный такой запах. Слушайте, сила запаха вот у этой детки просто превосходна. Я связываю это с тем, что все-таки в теплое время цветет не в прохладе, много всего. Фотосинтез хороший, активный, растение может вырабатывать эфирные масла, которые нам определяют запах. Поэтому такой эффект, эффект от жары. Вот, очень мне он нравится. Краска у него не такая сочная, яркая, но в летнее цветение почему-то всегда так. Обычно в зимнее цветение, когда луковица наевшаяся и сходила на условный покой, то есть дозрел там цветонос в глубине, в безлистном состоянии, цветение бывает очень-очень сочное. Потому что здесь вот должно быть больше этих мазочков, больше такой крапчатости по лепесткам. Ну, сделаю скидку, что это самое первое цветение у этой деточки. Она, в принципе, повторяет материнское цветение. Ну, не то, что в принципе она повторяет, просто некоторая вариативность есть по насыщенности тонов. И у нас еще плюс притеняющая сетка наверху, что тоже оказывает влияние на светозависимые сорта. Ну, рядом АПЛ, Отинун Пинк Леди, варигатный сорт с массой деток. Кстати, да, вот тоже детки. И это никак не мешает цветению основной луковицы. Об этом сорте я вам сделала отдельный небольшой ролик. Обязательно зайдите и посмотрите. Ну, вот, дорогие друзья, как вы поняли, а может быть кто-то чего-то и не понял, то обязательно пишите. Очень быстро, коротко, да, основные моменты. Мы гипиаструмы в течение лета ставим на самые освещенные места. Это раз. Второй момент. Мы их обязательно поливаем и подкармливаем. Это два. Подкармливаем в соотношениях НПК в соответствии с фазой развития растения. В начале лета, это преобладание по азоту, нам необходимо нарастить вот этот мощный листовой аппарат, для того, чтобы была мощная крупная луковица. За каждым четвертым листом, не забывайте, закладывается цветонос. Чем больше будет листьев, тем больше будет цветоносов. Ну, все, что более четырех, значит, цветоносик должен нарасти. Это правило для взрослых луковиц. Если же у нас сеянцы, как у меня, то листьев здесь может быть гораздо более десяти. И должен быть размер луковицы хороший и возраст. Начинается цветение у сеянцев после 12 месяцев. Да, есть такие очень скороспелые. После 12 месяцев они уже могут выдать первый цветоносик. Так вот, второй у нас момент, это кормежка и поение всегда вовремя и по погоде. Третий момент, это когда мы удаляем вот эти тряпочные листочки, которые нам будут провоцировать, если мы их оставим, провоцировать развитие разных неприятностей в виде заболеваний. Поэтому их мы убираем. Никогда не пугаемся. Луковица не заболела. И это нормальное явление. Ну и четвертый момент, и самый, наверное, обязательный. Это внимательное рассматривание листвы, чтобы не было никаких повреждений. Чтобы у нас не было признаков, что здесь пировали какие-то пришлые товарищи. То есть вредители. Чтобы они нам, не дай бог, не разнесли вирусы, если вдруг какая-то луковица попадется с вирусом. Ну а о вирусах, я думаю, нужно будет поговорить отдельно. И мы, в принципе, эту тему всегда держим на пульсе в группе гипомании. Ну и как обычно, я вас приглашаю во все свои группы. Цветанутые, гипомания, пилариус. Очень хорошие, активные группы. Такие темы всегда животрепещущие поднимаются. Все полезные ссылки есть, как всегда, в описании к ролику. Переходите. Мы вам будем очень-очень рады. Всего вам доброго, друзья. До свидания. Продолжение следует...